Сегодня Марио Драги проведет свою последнюю пресс-конференцию на должности главы Европейского ЦБ перед тем, как передать свои полномочия Кристин Лагард. Рынок волнуется. Пресс-конференция Драги пройдет на фоне продолжающегося замедления роста экономики в евроблоке в частности и в глобальной экономике в целом. Сегодня стало известно о том, что локомотив европейской экономики – промышленность Германии продолжает тенденцию на сокращение деловой активности. Согласно предварительным расчетам экспертов Market Economics, PMI в промышленном секторе за октябрь поднялся к отметке 41,9 пункта, но все еще остается в зоне ниже пограничного уровня в 50 пунктов, что отделяет спад от роста. Показатель остается в зоне спада десятый месяц подряд. Кроме того, индекс промышленного PMI для еврозоны просел до самого низкого уровня за последние семь лет. Также сегодня состоялось заседание Европейского центрального банка, что обнародовал свое решение по монетарной политике. Опасения не подтвердились, процентная ставка осталась на нулевом уровне. Но также рынки пытаются предугадать дальнейшие действия регулятора и пока они с некоторой вероятностью закладывают в цены введение умеренных дополнительных стимулов в течение 2020 года. График пары евро-доллар остается в прежнем торговом диапазоне, но уровень волатильности довольно сильно повысился. Котировка колеблется между отметками 1.1120 и 1.1160. Пара фунт-доллар растеряла свой импульс и быстро отступила приблизительно на 75 пунктов в ходе сегодняшних торгов. Ранее пара смогла развить рост на скачке, который был зафиксирован в ходе предыдущей сессии, однако около 1.2950 она забуксовала на фоне риска проведения досрочных выборов в Британии, пока график консолидируется вблизи уровня 1.2900. Сегодняшние данные по изменению заказов на товары долгосрочного пользования в США могут повлиять на динамику котировок. Мы продолжаем следить за развитием событий на рынке. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok